Добрый день, меня зовут Михаил, я инженер департамента Matworks. В этом видео я расскажу о поддержке контрольно-измерительной системы MicroDAC в Simulink и Embedded Coder. Начнем с небольшого введения в Simulink. Simulink это графическая среда для моделирования, симуляции, разработки динамических и встраиваемых систем. Simulink позволяет при помощи блок-схем моделировать линейные, нелинейные, дискретные, непрерывные, гибридные и многоскоростные системы. Simulink предоставляет решения для систем управления, обработки сигналов, систем связи и других областей с применением системного инжиниринга. Simulink является основой для модельно-ориентированного проектирования. Embedded Coder это инструмент для автоматической генерации C и C++ кода из модели Simulink с возможностями конфигурации и оптимизации. Embedded Coder позволяет генерировать портируемый, то есть независимый от MATLAB и Simulink читаемый компактный код для встраиваемых систем для развертывания на цифровых сигнальных процессорах и микропроцессорах. Embedded Coder поддерживает верификацию кода в режимах Software Endeloup или программы в контуре и процессор Endeloup или процессор в контуре. Embedded Coder позволяет интегрироваться с распространенными средами разработки для встраиваемых систем. Кроме того, Embedded Coder позволяет оптимизировать код под конкретный процессор. Microdac это контрольно-измерительная система для цифровой обработки сигналов в реальном времени. Эта система основана на цифровом процессоре от TI C6000 и также содержит в себе ядро ARM9. Это устройство содержит аналоговые цифровые входы, выходы, поддерживает SHIM, UART, квадратурный энкодер. Можно подключаться по Ethernet и опционально по Wi-Fi и при помощи этих интерфейсов управлять выполнением нашего приложения в реальном времени и загружать это приложение. Больше информации об этом устройстве доступно на сайте производителя. Microdac доступен в нескольких конфигурациях, от более простых до более продвинутых. Вот пример одной из конфигураций. Вы видите, что эта конфигурация содержит несколько вычислительных ядер, в том числе сопроцессор ПРУ. Содержит в себе внутреннюю память. Можно подключаться по Ethernet или по Wi-Fi. Есть также внешний USB 2.0 разъем, например, для подключения внешней флешки, для хранения данных или считывания данных. Цифровые входы, выходы, которые поддерживают SHIM, UART, квадратурный энкодер. Аналоговые входы, в данном случае, например, здесь 8 аналоговых входов. Вы видите конфигурацию этих входов. Аналоговые выходы. Система предназначена для использования в помещении. Вы видите характеристики по питанию, температуре и размерам. Давайте вернемся на шаг назад. Часто нас спрашивают, поддерживает ли Embedded Coder мою плату или мой процессор. И универсальный ответ на это – да. Потому что Embedded Coder по умолчанию генерирует ANSI C-код. Вы из вашей модели в Simulink генерируете этот код и, видев функции, интегрируете или экспортируете его в ваш общий проект, который уже содержит какие-то низкорривневые драйвера, интерфейсов, периферии, входов, выходов, интеграцию с операционной системой, планировщиком. Мы это называем экспортом алгоритма. Но дополнительно к этому самому простому варианту экспорта алгоритма, Embedded Coder предоставляет дополнительные интерфейсы или API, которые позволяют упростить или автоматизировать процесс переноса алгоритма из Simulink на целевой вычислитель. Например, это может быть автоматическая связь со средой разработки для процессора. То есть не просто автоматическая генерация кода, но и также автоматическая компиляция, линковка и загрузка. Это возможности оптимизации под конкретный процессор. Я уже говорил, что по умолчанию генерируется ANSI C-код, но если ваш процессор или компилятор предлагает специализированные, например, функции или библиотеки для работы с определенными аппаратными возможностями вашего микропроцессора, то Embedded Coder может поддержать такие оптимизации. Возможно создавать специфические драйвера и блоки Simulink для внешних периферийных устройств, для того, чтобы этот код не приходилось писать низкоурневой руками. Возможность интеграции с операционной системой реального времени планировщиком или запуску таймера или по прерыванию. Возможности симуляции в режиме процессор в контуре и в режиме External Mode. Все эти документированные API позволяют реализовать свой так называемый пакет поддержки в Embedded Coder. После того, как пакет поддержки реализован с тем или иным функционалом, мы можем говорить о создании полного проекта в Simulink, когда мы из нашей модели генерируем не только алгоритмический код, но и также весь интерфейсный код. Автоматически все это компилируем, заливаем и смотрим, как оно работает на конечной платформе. Таким образом, для MicroDAC мы здесь в России реализовали пакет поддержки для Embedded Coder. И вот список функций, которые реализованы на данный момент. Это автоматическая компиляция, загрузка и запуск приложения через Ethernet или JTAG. Приложение мы запускаем на DSP-процессоре, то есть на C6000 под управлением операционной системы реального времени SysBIOS. Мы поддерживаем симуляцию в режиме PIL и профилирование, то есть измерение времени выполнения в режиме PIL. И также симуляцию в режиме External Mode. Ну и также различные блоки Simulink для периферии. И давайте переключимся в Simulink и посмотрим это на примере. Здесь вы видите библиотеку блоков Simulink для MicroDAC. Есть в подбиблиотеке Analog. Есть блоки для ACP и ЦАП. Есть блоки для обмена данными. Например, мы можем считывать информацию из какого-то файла на флешке MicroDAC. Мы можем записывать информацию, например, по результатам каких-то вычислений или измерений в файл. Возможность писать и читать напрямую из памяти. Различные блоки цифровые, цифровые входы, выходы, генерация ШИМ сигнала, блоки для управления моторами или приводами, квадратурный энкодер, блок для управления мотором или, например, блок для получения данных с пульта дистанционного управления. Блоки, которые позволяют обмениваться данными по Ethernet, по TCP, IP и по UDP, отправкой и получения данных. Работа с регистрами ПРУ, дополнительного со-процессора, который доступен. Работа с OART, отправка и получение данных. И различные вспомогательные утилиты, например, возможность считывать значения функциональных кнопок, которые есть на MicroDAC, и возможность помигать светодиодом. Давайте откроем пример модели. Это очень простая модель. Здесь вы видите, у нас есть синусоида с определенными параметрами, амплитуда, смещение, частота. Эту синусоиду мы подаем на ЦАП, то есть на аналоговый выход. Мы настраиваем параметры этого блока ЦАП. И далее мы считываем информацию с аналогового входа, с АЦП. Здесь мы также настраиваем параметры этого блока. Физически у нас для теста аналоговые выходы подключены к аналоговым входам на самом MicroDAC. Таким образом мы можем генерировать синусоиду в этой модели. И на этих осциллографах мы можем наблюдать сырые значения, которые приходят с АЦП, и значения в вольтах, которые приходят с АЦП. Если мы скомпилируем модель, мы увидим процесс сборки, который включает в себя генерацию кода, автоматическую компиляцию кода с использованием среды разработки CodeComposer Texas Instruments. И после того, как прошивка скомпилируется, она будет автоматически загружена на MicroDAC. После того, как прошивка загружена, мы из этой оригинальной модели Simulink можем подключиться непосредственно к устройству, поскольку модель работает в режиме External Mode. External Mode – это специализированный режим, при котором наше приложение, соответствующее модели, работает в реальном времени на MicroDAC. При этом сама модель представляет собой зеркало или отображение кода, которое реально работает на процессоре. Если мы подключимся к устройству и нажмем кнопку Start в модели, то мы увидим, как началось выполнение нашего кода на MicroDAC. Из оригинальной модели Simulink мы можем менять значение параметров при генерации синусоиды и видеть, как это влияет на данные, которые мы получаем обратно с АЦП. Мы можем отключиться от исполняемого кода, либо завершить выполнение кода на MicroDAC. Таким образом, пакет поддержки MicroDAC в Embedded Coder существенно упрощает процесс разработки, позволяет вам разрабатывать алгоритмы, используя язык более высокого уровня, Simulink, и абстрагироваться от аппаратной реализации. Если вам интересно узнать подробнее об этом пакете поддержки или об оборудовании MicroDAC, вы можете обратиться в департамент Matworks в России по приведенным здесь контактам. Спасибо за внимание. До свидания.